Здравствуйте, дорогие зрители! Приготовьтесь послушать, что же произошло в американском шоу-бизнесе за эту неделю. Начнем с новости о Джеке Николсоне. Появились статьи, где говорилось, что великий актер скоро уйдет на пенсию. Ему уже 76 лет, и он просто не в состоянии запомнить тексты ролей. Может ему, конечно, посоветовать в Мексику поехать, там у него проблемы с запоминанием не возникнет. А вот в Голливуде суфлером не пользуются, приходится роли учить. Мы уже расстроились, что больше не увидим Джека на экранах, а совершенно зря. Его друзья сказали, что Николсон находится в прекрасном состоянии, он бодр, с памятью у него все в порядке. Короче говоря, не дождетесь. Судя по прессе, нешуточные проблемы с памятью у Шона Коннери. На этот раз это не утка. Об этом рассказал Майкл Кейн, большой друг Шона. С одной стороны, в возрасте сэра Коннери такие проблемы нормальные, ему уже 83. А с другой стороны, очень жаль, потому что Шон Коннери – это наше все. Особенно в роли Джеймса Бонда. Так вот о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг пообещал, что вернет своему герою, его знаменитую иронию, и Бонд будет очень обаятельным в следующем фильме. Сомневаемся как-то. У Крейга совершенно отсутствует харизма, и поэтому приходится накручивать все больше трюков и спецэффектов. Ну или искать какого-нибудь суперсимпатичного негодяя. Скарлетт Йоханссон обручилась со своим другом, французским журналистом Роменом Дряг. Пара пока не решила, когда будет свадьба. Но то, что она будет, никто не сомневается. Если, конечно, Скарлетт найдет для этого события время в своем напряженном рабочем графике. Эштон Катчер и Мила Кунис решили пожениться. Вот из-за кого Эштон бросил Дэми Мур. Алик Болдуин впервые показал свою новорожденную дочку публике. Все прошло тихо и мирно. Картинка была просто идиллическая. Вот что значит вежливо попросить. Покажите, пожалуйста, дочку мистер Болдуин. А вот когда лезут без спроса, бывает вот так. Практически в морду. В морду получил и любимец миллионов Джастин Бибер. И к тому же лишился массивной золотой цепи, украшавшей его могучую брудь. Дело было так. В одном из клубов к Джастину подошел фан за автографом. А охрана сочла его агрессивным. Ну и понеслось. Кто кого там бил, уже непонятно. Но цепи приделали ноги, это точно. А на сегодня у нас все. И ждем вас на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok